Очень сходно. Особенно музыка белых, музыка желтых, музыка черных людей очень схожа между собой. Другое дело, что сейчас проникновение культуры очень сильное. И то, что нравится черным, становится вдруг необходимым и интересным для белых. Или искусство, например, японских дизайнеров и людей, которые куют мячи или танцуют, становится интересным в Европе. Вот это проникновение одной культуры в другую только обогащает восприятие. При этом эти культуры остаются сами по себе. Очень много людей, потрясающих, которые являлись гордостью и русской, и украинской культуры, и вообще культуры Российской империи и Советского Союза. Они родились в этих условиях на этой земле. Но у них у всех основой их действий была русская культура. То есть они были выходцами из этой земли, но улучшали и, скажем так, обогащали русскую культуру, которых всего, может быть, 7-8 на весь мир. То есть есть немецкая культура, которая влилась, как река австрийская, предположим. Есть англосаксонская культура, есть французская культура, есть испанская, итальянская культура. Известная нам есть, наконец, восточноевропейская, есть культура Азии, Африки, Индии, Японии, Китая. Этих основополагающих... Уже 12, я не считал. Ну, 10-12 основных мировых культур. Из них самые выдающиеся, конечно, немецкая, французская, итальянская, какое-то время испанская за счет рисования и художественного творчества, англосаксонская за счет своей литературы и русская за счет музыки, немецкая тоже, австрийская тоже. Но, когда русская культура могла быть обезвожена из-за непоступления в нее украинских и малороссийских людей, вот этот ручеек, он как бы оскудевал. Русская культура могла развиваться в районе Орла, Москвы, Санкт-Петербурга. Вспомни, сколько людей приезжало из Украины, из Малороссии в Санкт-Петербург. Господин Шевченко хотя бы, к примеру. Что же говорить? Тарас Григорьевич. То есть, вот оторвать можно только через язык. Если люди, живущие на этой земле, не очень внимательно относятся к русскому языку, то у них нет выхода через русский язык к мировой русской культуре. Они остаются поклонниками замечательных вещей. Леси Украинки, Ивана Франка, Гулак Артемовского, Березовского и Бортнянского, которые, как известно, тоже были в Италии, хотя они работали, но они были основоположниками русской профессиональной музыки. Вот это вот жаль. Потому что мне кажется, что вот эта потеря не была столь необходимой. Можно было бы обойтись без этой потери. Ну, кто знает, люди выбирают, государство выбирает свой путь. Они хотят так. Может быть, через какое-то время они захотят по-другому. Ну и я буду только рад этому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова